Рассмотреть меры защиты свидетелей и их близких, это актуальный очень вопрос. Сейчас медленно, но в общем-то надо сказать, что с ускорением разворачивается процесс оснащения милиции современной оперативной криминалистической техникой. Однако это может оказаться просто пустой тратой валюты, если наш законодатель будет продолжать упорствовать и не признавать в судах доказательства, добытые при помощи технических средств, кинопленки, видео и магнитофонной записи. Не грех прислушаться к мнению видных юристов западных стран, которые считают, что основной упор необходимо делать на оперативное и техническое проникновение в уголовную среду. И нам этого не избежать. Второе предложение. Вносится такое предложение. Образовать при Комитете Верховного Совета по вопросам законодательства, законности и правопорядка постоянно действующую экспертную комиссию из видных ученых и опытных практических работников правоохранительных органов. Возможно, не только правоохранительных органов и банковской системы, финнорганов. Возложить на нее задачи экспертизы проектов законодательных актов в сфере хозяйственной деятельности, кредитно-финансовой системы и внешнеэкономических связей с позицией прогнозирования и предупреждения возможности их криминологии. Наконец, необходимо провести серьезные организационные и функциональные изменения в построении всей системы МВД в масштабах Союза. С учетом главной принципиальной линии на повышение статуса и суверенитета союзных республик, автономных республик и самостоятельности представляется целесообразных в отношениях между МВД СССР, МВД и УВД использовать три типа подчиненности. Первое. Местная милиция или так называемая муниципальная, которая оперативно подчиняется только МВД республики или УВД области. Сюда входят службы охраны общественного порядка, профилактики, дорожно-патрульные, участковые инспектора. Все штатно-финансовые вопросы решаются на месте, а не так, как сейчас мы делаем из Москвы. Второе. Центральная милиция, управление которой сохраняет существующий принцип двойного подчинения. Сюда входят оперативно-розыскные службы, сюда же входят средства. И, наконец, третий вид подразделений, совершенно новый, который необходимо создать. Это специальные оперативно-розыскные, комплексные, межведомственные и межрегиональные подразделения по борьбе с организованной преступностью, наркотиками, терроризмом и международными связями преступников. Подчиняется только и исключительно центральной администрации. После выступления министра внутренних дел слово предоставили генеральному прокурору страны товарищу Сухареву. Более подробно о его докладе вы узнаете из отчета о вечернем заседании. ...проекта постановления и столкнулись с различными точки зрения, как депутатов, так и экспертов, ученых и практиков. И все же сошлись на том, что проблема давно уже вышла за рамки решения ее отдельными ведомствами. Надо включаться в борьбу всему обществу, государству, а значит, органам планирования, снабжения, финансирования, низовым звеньям государственных и хозяйственных структур, вплоть до трудовых коллективов. А это уже предрогатива правительства. Завтра дебаты будут продолжены. В заключении заседания Михаил Сергеевич Горбачев проинформировал съезд о событиях в Румынии и предложил депутатам принять следующее обращение. В этот поворотный момент для судеб Румынии второй съезд народных депутатов СССР заявляет о решительной поддержке справедливого дела румынского народа. Мы заверяем граждан Румынии в традиционных чувствах дружбы и добрососедства и подтверждаем искреннее стремление к тесному сотрудничеству в интересах социализма и мира. Петр Кириллович, вопрос к вам и к народным депутатам из Молдавии. Как воспринимаются события, происходящие сейчас в Румынии у вас в республике? Естественно, что в Молдавии наиболее близко это воспринимает, так как у нас и много общего, и единая у нас и культура, и традиции, и язык, поэтому у нас много просто родственников в Румынии, у нашего населения. Поэтому, конечно, тревожно и заинтересовано. Ну, теперь сегодня вроде, так сказать, ясно, что в конечном итоге те процессы демократизации, которые охватили все социалистические страны, дошли и до Румынии. Единственное огорчение для каждого из нас это то, что не обошлось без применения силы, без применения войск, и самое печальное, что есть, что там есть жертва. Поэтому это нас тревожит и беспокоит, и отмечаем это с большим сожалению. Нас волнует также, поскольку есть информация из республики. Там товарищи тоже восстынили это и восторженно, и, значит, естественно, все это на определенных эмоциях. Нам сообщают, что есть некоторые крайние, так сказать, высказывания там. Мы считаем так единого мнения, что это может быть в данной ситуации даже как бы помешало бы этим процессам, поэтому как раз этот вопрос мы обсуждаем. Чаушеску пугал своего народа перестройкой, и вот перестройка коснулась и до Румынии, и Румынии, и поэтому это нас и тревожит, то, что происходит в Румынии, но в то же время это и радует. На связи, который только недавно, как известно, закончился, он даже позволил себе некоторые критические замечания в адрес нашей страны, где в самом деле, вот как коллега Дабижа говорит, идут слишком, по его мнению, шли слишком уступки, да, и далеко зашел этот процесс демократизации. И я присоединяюсь к моим коллегам, рад, прежде всего, за братский румынский народ, который, наконец, освободился от этого последнего, так скажем, представителя сталинской системы. Когда исчерпаны все политические методы, тогда уже применяется сила. И этому печально констатируем этот факт, что нарушается право человека, там было применено оружие войска. Мы считаем, что в напряженной работе съезда вот эти последние события привнесли дополнительную напряженность. Но хотелось бы, чтобы это напряжение было все-таки в том русле демократизации, перестройки, которые проходят сейчас во всем социалистическом лагере. И чтобы не опережать эти события, чтобы был такой взвешенный подход, и не было оценено это ни как вмешательство, но и ни как пассивность, умеренность в оценке тех событий. И я думаю, что в скором, в ближайшем будущем мы будем говорить о новом, о качественном скачке и в политическом отношении нашей соседней дружественной стране. Что бы вы сказали сейчас братскому для вас народу? Я бы сказал только мудрость, чтобы не хватило, чтобы только не спешили делать выводы и не искать виновных. Потому что виновных, когда ищешь, кто виновен в том, что народ пострадал 20 лет, то уводят в другую сторону от того, как найти путь, как двигаться дальше, куда двигаться дальше. Это главное? Это главное сейчас, я думаю. Последние события в Румынии показали, что абсолютное большинство народа выступает против режима Чауческу, который неоднократно компрометировал не только себя, но, по сути дела, на мой взгляд, весь наш социалистический дом. А создание нового правительства в Румынии – это шаг в направлении крупных изменений в этой стране, схожих с теми, которые происходят во всей Восточной Европе. И я горжусь тем, что наша страна своим примером перестройки вдохновила румынский народ на те поступки, которые были. Я страшно сожалею о тех жертвах, которые пришлось принести. На первом этапе этой борьбы желаю румынскому народу всего наилучшего. Это был такой культ, который уже невозможно даже смотреть. Могли бы вы также охарактеризовать этот режим еще вчера? Да, я говорю, не только вчера. У меня такое чувство было, когда я смотрел по телевидению съезд, как проходил он, и когда зал скандировал Чаучевский народ. И надо было усматриваться в лице этих людей, которые скандировали. И надо было усматриваться в лице людей, которые сидели в зале, в их глаза, в их выражении. И это уже было, чувствовалось тогда, что это, ну, ложь какая-то в людях сидит, и что это искусственно, а не естественное состояние жизни. Я бы мог сказать и так, да, это же самое. Но ведь скандировали Чаучевский народ не просто большинство, а даже все. Да, но мы тоже в свое время скандировались. Тоже все скандировались. Считаете ли вы, что мы сейчас полностью избавились от этого синдрома? Я думаю, что нет. По долгу сердца я хочу сказать своим румынским братьям и сестрам, которые знают меня более 35 лет. Я был там впервые в 1956 году, как священник, паринта Константин Нечаев. Сейчас я митрополит. Я посылаю привет своим друзьям и братьям в румынской православной церкви. С надеждой, что православная церковь, как всегда, в решающий для Родины час со своим народом разделит все те трудности, которые возникают, и духовно поддержит свой народ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!